Друзья, всех приветствую на канале Баккартшоу и сегодня мы будем устраивать бега, так сказать, бегемота с носорогом. Как уже знают мои постоянные подписчики и участники группы на Драйв 2, для строительства и обустройства трассы мы закупаем большое количество различной техники. Это краны, грузовики, погрузчики, автомобили специального назначения, коммерческий транспорт и так далее. Некоторые обзоры я уже делал, можете посмотреть по ссылкам у вас на экране и поэтому сегодня решено устроить необычную гонку. Пожарная машина Scania против легкого автопогрузчика. Да, друзья, вот такая вот игра в кошки-мышки, кто окажется шустрее. На Scania и другие машины серии Matchbox Russia подробный обзор я также делал в группе на Драйв 2, ссылка в описании. Да и погрузчик неоднократно мелькал в роликах, но никогда эти машины не выходили на трек. Обе модели принадлежат Перу Matchbox и сначала краткий экскурс по дуэлянтам, а затем уже на старт. Поехали! Matchbox почему-то назвал эту модель Scania P360, хотя поиск открыл страшную правду. Пожарную машину рисовали со Scania P280. Вообще, если не брать типичнейшую для американцев абсурдицу с переводом на русский модель выполнена отлично, как внешне, так и в кабине. Например, различима приборная панель, характерный Scania руль, рычаг КПП и задний ряд кресел для пожарной команды. Погрузчик не лицензирован, но подобных машин на складах и логистических комплексах навалом на любой вкус и цвет. Наш Lord Lifter, как он называется, имеет поднимающуюся стрелу, ровные декали и достойную своего соперника деталировку. Стрела, что примечательно, выполнена из гибкого и очень прочного пластика, не боящегося изгибов и ударов. Как раз то, что нужно для жестких испытаний со стороны целевой аудитории, то есть детей. Ну и нас с вами, разумеется. Ну и теперь отправляемся на стартовую позицию. Машины стартуют, Scania понемногу уходят в отрыв, заход и Scania переворачивается. Лифтер технично обходит соперника и поддает газу. Второй вираж опасно. Малая скорость, чуть не свалился через отбойник, но нет, продолжает движение к финишу. И да, 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 теперь точно первое очко за лифтером. Смотрим повтор. Смотрите, как ювелирно, без малейшего контакта пилот автопогрузчика объехал своего соперника. И вот он вход в второй вираж. Это было опасно, друзья. Смотрите, вилы удержали на треке, и именно это и спасло нашего носорога. На выходе пилот еще раз поймал машину уже на противозаносе и наконец-таки встал на финальную траекторию. Второй заезд. Машины меняются позициями. Зеленый. Пожарный автомобиль снова впереди. Сказывается куда большая масса. Заход. Ох, как лихо. Тяжелый грузовик прочертил дугу. Второй поворот. Уже более спокойно, хотя некая нервозность в поведении машины есть. Все это опять же высокий центр тяжести. Кстати, как видите, даже тяжелая металлическая модель не улетает теперь в космос. Новая полоса торможения и отбойник работают. Кстати, что характерно, сегодня сражаются самая легкая модель нашего автопарка всего 23 грамма с одной из самых тяжелых. Scania весит 50 грамм. Разница почти в два раза, даже чуть больше. Но тем любопытнее сравнение. Ну а у нас через несколько секунд начнется третий заезд. Субтитры сделал DimaTorzok Снова грузовик первый к повороту, заход и... и переворот. Да, Scania не удержалась на колесах, а легкий погрузчик играючи объехал поверзанного конкурента. Второй поворот. Пилот учел прошлую ошибку и аккуратно зашел по внутренней дуге. И ровный, абсолютно идеальный финиш. Смотрим повтор. Смотрите, Scania как будто отбрасывает в нижней точке виража. На секунду кажется, что к выходу она даже встанет на колеса. Но нет, масса слишком высока, а центр тяжести металлического кузова играет свою пагубную роль. Дальнейшее движение машина продолжает уже на боку. Что ж, если в четвертом заезде пожарка не отыграется, гонка для нее будет окончена. Старт. Грузовик, ожидаемо, лидирует к повороту. И все, снова переворот. Ровно по той же схеме, что ранее. Причем сейчас нам покажут повтор. На мгновение даже показалось, что машина опять вот-вот обретет устойчивость. Но, увы, Scania снова на боку, а лот-лифтер уже проторенный, можно сказать, дорогой объехал и устремился к финишу. Чтобы уже точно не рисковать первым местом, пилот погрузчика снизил скорость и зашел во второй поворот крайне аккуратно избежал последующего заноса и показал практически эталонный, хотя и несколько ленивый финиш. Ну а мы поздравляем с победой матчбокс лот-лифтер. Ну а вам, дорогие друзья, очередное огромное спасибо за просмотр. Переходите по ссылкам в ролике и под видео. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры и гонки. Вступайте в группу на Драйв 2 и ВКонтакте. И, конечно же, оставайтесь с Баккарс Шоу.